Здравствуйте! КХЛТВ приглашает вас в Магнитогорск. Здесь, на арене Металлург, сегодня завершается 30-й юбилейный мемориал Ивана Рамазана. Этот финальный матч в круговом турнире между Магнитогорским Металлургом, между хозяевами и Новосибирской Сибирью, становится полноценным финалом этого предсезонного противостояния. Итак, первый период. Вспоминаем здесь. Самое интересное, что было. В большинстве сбивает Сибирь, отличается Антон Ведин, но отменяют арбитры этот гол после тренерского запроса. Там обнаружился апсайд, так что шайба не была защитена. Затем еще ряд опасных моментов. Вот эта тройка Ведин Шорли у сибиряков создает, но никак им не удается пробить Алкинору. Помимо этого атакующего сочетания, моменты у Миловзорова, моменты у Шашкова. В общем, Сибирь играла действительно в первом периоде поопаснее. Не могу сказать, что у Сибири было прямо преимущество игровое, но моменты действительно были у Сибири. И одним из них новосибирцы воспользовались. Никита Коротков отличился. Вадим Кудак, Андрей Ермаков в качестве ассистента. Дальше смотрим второй период. Опять момент у Миловзорова, но Егор здесь попадает в штангу. Вот эпизод, когда Литовченко получает шайбу. Ну, по сути, у собственных ворот. Сам приезжает в зону атаки, сам бросает. И с помощью рикошета от магнитогорского защитника сам же Литовченко и забивает. Смотрим, это уже другой эпизод. Это Миловзоров, который... Смотрите, сколько бросков у него сегодня было. Но либо штанга, либо Алькинора так Миловзоров и не забил. Затем игра как-то вот резко начала меняться. Ближе к концу второго периода у Сибири пошли удаления. И два большинства там... Ну, полтора большинства и одна половинка еще на начало третьего перенеслась. Металлург это все не использовал. Но уже в равных составах в третьем периоде Металлург играл с огромным преимуществом. Это привело к еще одному удалению. И большинство очень быстро, всего за три секунды, Металлург реализовал. Благодаря... Ну, тут три классных действия. Мае выиграл вбрасывание. Красилев сделал передачу. Голдобин классно бросил и попал. И после этого еще куча моментов, куча атак сразу же после этого гола. Но так и не удается Металлургам поразить ворота. И в конце тут уже штурм с пустыми. И вот тут уже вроде бы под проброс выброшена шайба. Но Олег Ли классно ускорился. Обогнал защитника и Ведину на пустые ворота шайбу выдал. Ну и потом вот эта пулитная серия. Здесь утешительную победу одерживает Металлург. Но в целом матч и турнир выигран Сибири. Продолжение следует.